Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим 4 интересных партии между топовыми гроссмейстерами по русским шашкам. Первые две игрались на чемпионате мира в Болгарии между Андреем Валюком и Евгением Кондраченко. А вторые две игрались на гамблере в турнире мастеров между Евгением Кондраченко и Романом Щукиным. Во всех четырех партиях соперникам выпала следующая леталка, жеребьевка дебюта, летающая шашка. Белая Д2 летит на Аш4, черная Аш6 летит на поле Е5. У белых есть некоторый разрыв по флангам, то есть отсутствует очень важное связующее звено шашка Д2. А у черных, видите, несколько перегружен их левый фланг, то есть центр подвержен окружению. Во всех четырех партиях соперники сыграли ЦБ4, но отмечу для особо таких пытливых зрителей, что был возможен ход ЕФ4. И если теперь БА5 играют черные, то белые могут сыграть СД2 и здесь, возможно, интересная игра. Например, черные могут разменяться в центре, избавляясь от связки. Белые играют ФЖ5, черные развивают свой сильный левый фланг, белые размениваются назад и создается примерно равная позиция. В дальнейшем черные все равно выйдут в центр, белые разменяются назад и получится симметричная позиция интересная. Например, приведу не сильнейший вариант, но возможный в игре, например, АЖ7, Ж6, ФЕ5, ФЕ3, Ж6, АБ2, АБ6, БЦ3, БЦ5. Белые размениваются назад, черные играют СБ4, белые АЖ3, черные БА3 и белые Ж4. Вот создается симметричная позиция. Так что, кому интересны дебютные новинки, можете пошлифовать. Здесь, я думаю, есть интересные варианты. В матче же Валюк-Кондраченко был сыгран ход СБ4. Ну, черным лучше всего сразу же приступать к атаке левого фланга белых, так как у белых, видите, некоторый разрыв по флангам. Ну и белым лучше всего закрыться. В первой партии Евгений Кондраченко, играющий черными, сыграл АБ6, во второй Андрей Валюк пошел СБ6. Оба хода интересные, давайте разберем их в порядке очередности. В первой партии было АБ6 и Андрей Валюк играет ЕД4. Черным для продолжения атаки надо размениваться на пункте Ф4. Теперь белые нападают, выбивают важную шашку Е7 и играют СБ2. То есть ставят простую угрозу отдать одну, забрать две. Поэтому черным надо как-то защищать шашку, но Евгений тут делает четкий ход ФЕ7. То есть он не торопится размениваться в центре, он показывает, что да, можно забрать шашку. Но, как видите, белым нельзя забирать шашку, так как черные ее тут же отыгрывают. Вот таким разменом ставят сильный рожон и победят в этой партии. Поэтому так играть нельзя. В этой позиции у белых есть единственный ход, который был продемонстрирован Евгением Кондраченко в партии Кондраченко-Щукин на турнире мастеров. Надо играть только ЕF2. Теперь черные играют БА7 и на нападение черные размениваются в центре, но другого нет. Теперь белые также размениваются и после всех разменов партия быстро приходит к ничейному окончанию. То есть черные сыграли АЖ7 и затем разменялись. Возникает абсолютно равная позиция и партия быстро закончилась ничей. В этой позиции черные могут и не играть АЖ7, могут разменяться вот таким образом. Надо играть ЖF2 и черные играют СД6, не боясь потери шашки, так как у них есть косвенная защита в данном случае. То есть белые вынуждены нападать, это единственный ход. Черные временно жертвуют шашку и проводят вот такой удар. Но здесь у белых ничего страшного нет. У белых лишняя шашка, они ее отжертвуют обратно и играют АЖ3. Ну и партия также быстро заканчивается ничьей. Андрей Жевалюк в этой позиции сыграл ЖF2, ошибся. Ну то есть белые не дают черным напасть на шашку, зайти в любки из-за того, что белые попадут в дамки. Но черные здесь и не обязаны заходить в любки, они здесь могут красиво выиграть. Здесь была указана очень красивая шашечная комбинация под названием «Стрела» гроссмейстером Игорем Михальченко. В партии Евгений надолго задумался, но все-таки не нашел выигрыш, а здесь он был. То есть Евгений сыграл БСИМ, ну и партия здесь быстро закончилась ничьей. То есть опять же возникает этот вариант. Ну и тут ничего нет. А выигрыш был. То есть черные не играют БСИМ в этой позиции. Черные размениваются ходом Fe5 и в ответ на размен, но другого у белых нет, черные неожиданно бьют шашкой А5 на поле С3. И далее, после разменов, как бы белые не били, все-таки черные проводят очень красивую комбинацию. Играем БСИМ, белые бьют. Пропускаем белых гамки. Ну и как любит шутить Евгений Кондраченко, за гребущими руками снимаем 3 единицы соперника и легко выигрываем. Вот такой выигрыш был у Евгения. Во второй партии матча Андрей Валюк, играющий черными, сыграл ЦБ6. Белым лучше всего размениваться. Ну и после размена здесь Андрей Валюк делает такой хитрый ход БС5. То есть в этой позиции белым надо было играть АБ2, то есть не опасаясь ничего, спокойно, была спокойная позиция. А вот после хода ЖФ4, как сыграл Евгений, тут у белых возникают проблемы. То есть черные нападают и после отхода белых черные точно играют ЖФ6, то есть фиксируют слабость правого фланга белых. В дальнейшем, вот в таких позициях обычно, надо пытаться разменяться назад и получить запасные темпы. То есть это гамбитная позиция. Евгений сыграл ЖФ6, Андрей пошел БС7. И видите, друзья, здесь нет, не получается разменяться назад, потому что черные вываливаются на поле Д4 неожиданно. Ну и как бы белые здесь не играли, здесь у них везде плохо. То есть если белые играют ЕФ2, черные играют ДЕ5. Видите, не давая такого хода из-за простого СБ6, и черные попадают в дамки. Поэтому белым приходится играть СБ2, черные спокойно играют СД6. И после размена черные играют СБ4. У белых очень плохая позиция. Если белые в этой позиции закрываются ходом ЖФ2, то черные ставят рожон на поле С3. И снова у белых плохо. Например, ход СБ2 здесь не проходит, потому что черные проводят симпатичный... Ну, вернее, они закрываются. И после нападения снова ставят рожон, и эта позиция выигранная. Ну и если белые просто отходят, играют ЕФ4, то кажется, что надо размениваться. На самом деле здесь особых преимуществ нет. Черным лучше всего также поставить рожон на поле С3. И нападение с поля Б2 здесь также невозможно. Вот здесь как раз черные проводят симпатичный ударчик. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Ну, ничего хорошего не дает АБ6 и СБ6. Здесь надо играть именно СБ4. Ну и после того, как белые бьют шашку на Д4, черные делают присоску на поле Ж5. И выясняется, что белые при любом раскладе проигрывают шашку. Например, побили, побили, побили. И черные снимают три шашки и празднуют победу. Поэтому в данной позиции Евгений точно отвечает ЕФ4. И выясняется, что после размена РЖ5 у черных нет особых преимуществ. В этой позиции, похоже, сыграла свою роль психология. То есть я знаю, что Евгений Кондрыченко всегда стремится в полнокровной борьбе. Он бескомпромиссный боец. И ему чисто психологически тяжело было побить две шашки. То есть здесь остается мало материала. И партия очень быстро заканчивается ничей. То есть белая играет ЖФ2. И затем в зависимости от хода черных играет либо ДЦ3, либо СБ2, либо даже АБ2. То есть в этой позиции не выиграть. Поэтому Евгений побил лишь одну шашку. То есть в этой позиции Евгений побил на поле Ф4. Но после данного разбора все-таки скажу, друзья, точнее бить именно на Б6. Этот размен уже не очень удачный. Черная игра от АЖ7, белая ФЖ3. Черная ЖФ6, белая ЖХ4. Видите, создается гамбитная позиция. Но здесь она очень неприятная для белых. Андрей Валюк сыграл ДЕ7. Ну и после ЖФ2 разменялся на поле Б4. И выясняется, что у белых очень плохо. Евгений пошел ФЕ3. Ну и после СД6 белые допустили уже решающую ошибку ФЖ5. Здесь уже ничьей нет. То есть после ФЖ5 партия закончилась довольно-таки быстро. Черные играют ДЕ5. Белые играют АБ2. Здесь уже можно было разменяться на поле С3. Это тоже выигрыш. Но Андрей Валюк не торопится. Играет АБ6. Ну и после ЕФ2 черные сыграли БЦ3. И в этой позиции белые сдались. Ну потому что действительно ходить некуда. То есть на ход ФЖ3 черные нападают ходом ЕД4. Ну и как бы белые не разменивались, у них плохо. Если белые играют СД2, то черные нападают. Надо отходить. Черные жертвуют шашку и прорываются в дамки ценой за шашку. То есть тут проигрыш. Обратно жертвовать не удается, так как здесь все заканчивается оппозицией. Если же белые играют вот таким образом, то черные могут сыграть как СБ4, так и АБ4. Черные успевают пройти в дамки, а белые нет. Поэтому в этой позиции Евгений сдался. Все-таки, друзья, в этой позиции у белых была ничья тяжелейшая. Но была. Конечно, эти варианты невозможно рассчитать в партии Блиц. Но в классике я думаю, что Евгений, конечно же, нашел бы эту ничью. Белым надо играть АБ2. Ну и здесь белые не боятся идти на симметричную позицию. То есть, как написал в комментариях герцмейстер Баир Ренчинов. После БА3 белые играют БЦ3. И на АБ6, естественно, не надо играть ЕД2, так как после БЦ5 создается симметричная позиция. Она здесь проигранная за белых. То есть, чей ход в этой позиции у того проигрыш. То есть, если белые играют ФЖ5, черные играют просто ЦБ4. И если ЕФ4, черные просто копируют ходы белых. Вы видите, белым остается только сдаться. На ЕД4, соответственно, играем ДЕ5. Если же белые нападают, то просто делаем двойной размен назад. Ну и здесь также известная позиция. ЦД2, АБ6, ДЦ3. Меняемся. И на ход ЕФ4 играем БА5. Здесь белые временно жертвуют шашку. И играют АЖ5. Пытаются как-то сопротивляться. Но у черных лишняя шашка. Они ее щедро возвращают. И выигрывают с помощью позиции. Ну, друзья, фишка в том, что белые в этой позиции. Они обязаны играть ЕД2 и проигрывать. Они играют СД4 и получают даже преимущество. То есть, например, на такой размен белые играют ЕД4. И грозят провести комбинацию. То есть, на ЦБ6 мы отдаем одну шашку. Затем еще две. И выигрываем. Но ничья все-таки у черных в этой позиции есть. Позиция часто встречается в игре. Гамбитная позиция. Поэтому досмотрим ее до конца. Черным надо жертвовать шашку. И играть СБ6. Но белые продолжают атаку. Играют АБ4. Ой, прошу прощения. АБ4 нельзя играть. Сперва жертвуют шашку. И затем играют АБ4. Теперь черным надо играть ЕД6. Белые нападают. Ну и кажется, что черным не сдобровать. Потому что на нападение белые проходят дамку. В дамке ставят дамку на поле Д8. Ну и непонятно, как делать ничью. То есть, если отходить, белые просто нападают. Ну и у черных плохо тут. Но ничья есть здесь. То есть, надо просто пойти ФЖ3. Ну и после того, как белые бьют. Черные смело идут в дамки. Занимают большую дорогу. Ну и здесь даже особых ловушек за белых нет. Партия очень быстро заканчивается ничьей. Также в этой позиции можно сыграть ДЕ5. Ну а Б4, естественно, нельзя их за ДЕ5. И белые выигрывают. Есть еще размен ДЕ5. Белые играют ЕФ2. И надо играть АБ4. Белые играют ФЖ3. Все форсировано. Ну и ничья есть здесь у черных и после такого размена. А можно временно пожертвовать шашку и сыграть АБ4. Белым надо играть теперь ЖФ4. Черные играют БЦ5. Ну и белым здесь надо жертвовать шашку лишнюю. И проводить комбинацию. То есть отдали одну. Затем еще две. И прорвались в дамки. Черные затем играют БА3. Переводят шашку Ф8 на Е7. И жертвуют две шашки и прорываются в дамки. Партия также заканчивается ничьей. Ну и наконец самый тяжелый здесь для белых вариант. То есть черным не надо на самом деле играть на А3. Черные здесь могут разменяться вот таким образом. И видите, черные ставят угрозу отдать одну шашку. Затем вторую. И прорваться в дамки. Поэтому у белых остается единственный ход в этой позиции. Надо играть только БА3. Других ходов нет. Теперь черные играют БЦ3. И белым надо снова нападать. Снова единственный ход. Черные жертвуют шашку. И прорываются на предамочное поле. Грозят выиграть эту позицию. Кажется, что белым не сдобровать. Но на самом деле у белых здесь есть очень четкая ничья. То есть отдаем одну шашку и играем ЦД6. В этой позиции есть четыре атакующих плана за черных. Но все они ведут лишь к ничьей. Например, на ход ХЖ3 мы играем ДЦ7. И если теперь же Х2, белые неожиданно жертвуют две шашки и получают ничейную позицию. То есть леской играем ДЦ3. Затем ставим дамку на Б8. Надо отходить. Белые занимают большую дорогу. И создаются ничейные окончания. Здесь черным не победить. Если черные ставят дамку на поле А1. И на ход ДЦ7 пытаются провести шашку Х4 в дамке. То белые жертвуют шашку. Ставят дамку на Б8. Надо отходить. И белые занимают верхний тройник. Здесь черным также не победить. То есть на такой размен мы занимаем поле А3. И будем бегать дамкой по полям С1 и А3. Здесь черным не победить. Если же черные здесь играют АБ2. То белые размениваются вот таким образом. Ну и здесь черным снова придется вытеснять белых с верхнего тройника. Для того, чтобы попытаться продвинуть свои шашки. Тогда белые занимают большую дорогу. И позиция также ничейная. Если черные здесь играют АБ6. То белые жертвуют шашку. И играют АЖ7. Ну надо ставить дамку. Но белые смело ставят дамку. Также по большой дороге. И черные здесь не могут победить. Например. ДЦ5. Так. Прошу прощения. Белые играют ЕФ2. И на ход АБ4. Ну ЦБ4 нельзя. Так как дамка ловится. На ход АБ4 белые здесь делают ничью. То есть отдаем две шашки. И забираем три. Достигая ничьей. Ну и наконец самый сложный для защиты вариант. Если черные ставят дамку. И на ход ДЦ7 играет АБ6. Лучше всего ставить дамку на Б8. Ну и на ход БЦ5. Белые играют ЕФ4. Черные пытаются как-то провести свои шашки в дамке. Играют ЦБ4. Но белые играют ЕФ2. Ну и здесь после размена. Ничего нет. Белые проводят вторую шашку в дамке. И достигают ничьей. Если же черные в этой позиции играют БА3. То белые играют ФЕ3. Ну и на ход черной дамки. Кажется что сейчас черные побеждают. То есть играют либо АБ4. Либо АБ2 сразу же. И проводят свои шашки в дамке с легким выигрышем. На самом деле здесь ничего не получается. Белые неожиданно жертвуют две шашки. И занимают большую дорогу. Ну и видите с этого поля нападений никаких нет. Надо как-то пытаться напасть с поля Д6 черным. Черные поэтому играют дамкой на Б4. Мы уходим на А1. Ну и в ответ на нападение. Снова размениваем шашку черных. Аж 4. И опять получается ничейная позиция друзья. Вот такая защита была у белых. Ну последняя партия на сегодня. В турнире мастеров против Евгения Кондраченко. Гроссмейстер Роман Щукин. Ну тогда еще мастер. Это было в январе 21 года. Роман разменялся вот таким образом. Интересный вариант. И Евгений пошел АБ6. Здесь в принципе позиция белых держится. После хода БА5. Но Роман в партии ошибся. И пошел ЕФ4. Этот ход проигрывает. И проигрывает красиво. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за черных. Он довольно таки нестандартный. Я честно говоря его не увидел. Черные играют неожиданно БА5. Белым надо размениваться. Ну естественно закрываться нельзя. Из-за ЕД4. Белые размениваются. И черные снова нападают. Надо размениваться. Другого нет. И черные делают неожиданный ход. БА7. Временно жертвует шашку. Тут же ее отыгрывают. Вот таким ударчиком по затылку. И выясняется что в этой позиции у черных два нападения. А у белых лишь одна защита. Черные выигрывают шашку С5. Ну и выигрывают эту партию. Вот такой интересный выигрыш был у черных. В партии же Евгений Кондорченко не заметил этого выигрыша. И сыграл ЖА6. Ну такого бывает друзья. Все таки партия. Вот эта партия игралась уже в финале. А до этого соперники сыграли около 30 партий. То есть надо понимать, что уже шашисты очень устали. Роман здесь отвечает БА5. И Евгений играет БЦ5. Затем Роман играет ЕД2. Ну и в этой позиции можно было сыграть АЖ7. Здесь возникали интересные варианты. То есть в ответ на БЦ3 черные уже разменяются с преимуществом. А если белые играют ФЕ3, то тогда черные могут сыграть БА7. Ну и в этой позиции после хода БЦ3 можно разменяться вот таким образом. Но все таки у белых здесь находится ничья. Белые играют АБ2. И на ход БА5 играют ЖФ2. Черным надо играть АБ6. Единственный ход. Ну и белые размениваются. Черным здесь надо играть СД4. Здесь все форсировано. Ж6, БЦ5. Белые размениваются назад. Черные вылазят в центр. И белые играют ЕФ2. Кажется, что черные проигрывают. То есть их шашка Ф4 находится под ударом. Но здесь находится симпатичная комбинация за черных. ДЕ5. И на нападение ФЕ3 черные проводят вот такую комбинацию. Отдали 2. Затем еще 2. Бьем на поле Б8. Белые бьют на Б4. Ну и здесь можно побить и на Е1. Но лучше все-таки побить на А1. Белые затем подводят свои шашки. Наполяя Ф4, Ж5, А6. Жертвуют 2 шашки. И партия заканчивается ничьей. В партии Евгений Кондаченко сыграл Б7. Белые тут же играют БЦ3. Ну и надо играть СД4. Ну в принципе можно сыграть СБ6 и свести к партию к рассмотренным уже вариантам. Можно и сыграть и СД4. Белым надо играть ФЕ3. Лучше бить на поле Ф2. Ну и белым лучше бить вперед. И в этой позиции мы как раз стрим вели с этого турнира мастеров. С гроссмейстером Антоном Беликовым. Здесь Антон предложил интересный ход. ФЖ7. А что делать если черные сыграют ФЖ7? Действительно, кажется, что белым не сдобровать. То есть на ход СБ4 черные уже проводят комбинацию. Отдали одну. Затем вторую. И черные прорываются в дамки с победой. На ход АБ2 черные играют ЕД4. Снова в эту сторону бить нельзя. Так как черные проводят вот эту комбинацию. Здесь она еще более разгромная. А в эту сторону также бить плохо. Потому что черные играют ЖФ6. Грозят провести удар. Надо закрываться. Тогда черные... Так, прошу прощения. Этой шашки нет. Тогда черные в этой позиции играют ДЦ5. Ну и снова видите. На ЕФ2 вот такой удар. А на БЦ3 уже вот такой удар. То есть в этой позиции у белых по сути нет ходов хороших. То есть на АЖ3 уже ставим рожон. Ну и также легко побеждаем. То есть кажется, что в этой позиции у черных выигрыш при любом раскладе. Но на самом деле у белых здесь находится очень тонкий ход. АБ2. Ой, АБ4. И теперь черным надо играть АБ6. Белые играют АБ2. БЦ5. БА3. Черные размениваются в центре. И затем играют ЖФ6. Прошу прощения, ЖФ6 уже нельзя это проигрывать. Только СД4. Да. Теперь белым лучше всего разменяться. Ну и партия здесь заканчивается также ничей. ЖФ6, ЕД2. Поменялись. Все форсировано здесь. АЖ7, АЖ3, ЖФ6, ЖХ4. Надо нападать. Белые играют СД2. Ну и черные все-таки могут здесь достичь ничей. Играем АЖ5. И на ход ДЕ3 играем ДЕ5. Надо размениваться. Черные играют ЖФ4. Белые ДЦ3. Ну и естественно размениваться нельзя. Из-за позиции играем ДЕ7. И на ход СБ4. Снова ЕД6 нельзя. Из-за размена и белые выигрывают. Надо играть ЕФ6. Белые играют БЦ5. Черные играют ФЕ5. Ну и как бы белые здесь не нападали. Все-таки черные достигают ничей. То есть на такой ход мы играем ЕД4. Ну и на такой ход также ЕД4. Нападаем. Надо отходить. Играем ЕД2. И здесь можно уже в принципе подумать о ничьей. В партии же после СД4 белые пошли в Е3. И после размена Евгений сыграл СБ6. Ну и после такого размена белые нападают. Черным здесь надо играть аккуратно. Поэтому Евгений сыграл в G7. И после двойного размена партия быстро закончилась ничьей. Друзья, если вам понравились идеи из партии трех гроссмейстеров. И также взрывные комбинации. То пожалуйста поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Можете поделиться этим видео в соц. сетях. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо не ясно. Отвечу на все вопросы. Ну и напоминаю, друзья, что буквально уже через полтора часа на канале «Всё о шашках» состоится товарищеский матч гроссмейстера Евгения Кондраченко из Белоруссии. И кандидата в мастера Венециус Дамира, бразильского шашиста. Венециус Дамир хоть и кандидат в мастера, но на самом деле играет, конечно, в силу гроссмейстера. Очень сильный соперник. И, друзья, матч будет интересным. Не пропустите. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталиях.